Глава Славянского района Роман Сенеговский, главы поселений, представители социальных учреждений и районного совета ветеранов приняли участие в заседании Краевого организационного комитета «Победа» в режиме видеоселектора. Заседание провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В ходе селектора обсуждались такие важные вопросы, как подготовка и проведение мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также формирование плана мероприятий, посвященных юбилейной дате – 75-летию Победы, которую россияне будут отмечать в следующем году. Особое внимание было уделено вопросам постоянной социальной поддержки ветеранов войны и заботе об их здоровье, проведении медицинского обследования и патронажа, а также об участии ветеранов в мероприятиях, посвященных Дню Победы. «Насколько подготовку в целом, с точки зрения технической составляющих праздников, конечно, насколько готовы наши губернаторы, насколько, если одно он горит, то он должен гореть, насколько мы организуем ветеранов, немалочисленные уже теперь уже, даже не группы, а группки людей, которые, конечно, могут уже сложно передвигаться. Но это их праздники, если есть возможность, чтобы они приняли участие в этом празднике, мы должны сказать, что все возможное, чтобы они приняли участие в этом празднике. И вот важно, чтобы молодежь, наша молодежь, она тоже, значит, даже не то, что это увидела, она почувствовала, что это по-настоящему праздник со связанием на глазах, даже для нас, для всех неживущих. Когда меньше нам нужно будет что-то молодежи рассказывать и говорить, мне патриотизм, она поймет, что это праздники ее нации, это праздники ее народа». Важность приведения в порядок памятников военной истории, мемориальных сооружений и обелисков, воинских захоронений, обеспечения благоустройства прилегающих к ним территорий, также была отмечена во время заседания Краевого оргкомитета. Губернатор поинтересовался у Романа Сенеговского, на какой стадии находится ремонт памятника в хуторе Прорвинском. Который был закрыт на реконструкцию в прошлом году. Глава района пообещал, что к празднику все работы будут завершены. «Идет реконструкция памятника, значит, реконструкция стадии завершения. Вот часть работы уже выполнена на сегодняшний день. Закончим все работы 25 апреля». «Хорошо. Я надеюсь, что надо, чтобы вы успели, и в церкви принесли цветы, и дайте все. Мы там путали, и все-таки, к памятнику. Мы это послали, и это самое главное». Напомним, памятник в хуторе Прорвинском был закрыт на реконструкцию в мае прошлого года. Мемориал находился в аварийном состоянии и требовал срочного ремонта. «Было принято решение на сессии депутатов чередского поселения о реконструкции данного объекта. На сегодня, в ноябре, в прошлом году была выполнена проектная документация, прошла экспертизу. И с января текущего года приступили к изготовлению памятника. Этот тендер по закупкам, по исполнению этих работ выиграла государственная фирма «Земстрой» и приступила к выполнению этой скульптуры воина». На сегодняшний день выполнен постамент для установки фигуры солдата. Благоустроена территория вокруг памятника. Завершить все работы планируется к концу апреля. Этот вопрос глава района будет держать на постоянном контроле. После завершения селекторного совещания Роман Сенеговский поставил задачу всем руководителям социальных служб и главам поселений также взять под личный контроль работу с ветеранами Великой Отечественной войны по всем обозначенным вопросам, подчеркнув, что в основе ее – внимательное отношение к участникам войны, поддержка и помощь во всех жизненных ситуациях. Также глава района потребовал обеспечить качественную организацию всех праздничных мероприятий, посвященных Великой Победе, сделать так, чтобы все они были интересными, запоминающимися для жителей, несли в себе патриотический дух, воспитывали у молодых славянцев уважение к истории нашей страны. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».